так добрая ноченька если сбежать из полиции можно назвать добрые ночи где больница вон на полиции с которой сбежала мать-одиночка я ее мое существа туда эти пришли почему они вечно приходят на звук а нафига я иду и шумлю как какая-то истеричка так надо потише передвигаться точно кто-то ходит я слышу их ё-моё вот это я прогулялась конечно очень четенько четенько прогулялась я я скучаю по пепли на смех врачей и у тебя все бодало чтобы слушать его снова так надо это взять в руки так через водичку не пойдем а мы просто здесь пойдем я могу хоть громко говорить чтоб не слышали меня вот такие вот подожди надо это помедленнее помедленнее перемещаться так на прочитать что здесь написано сейчас прочитаем я на этот выпуск специально выключил чтобы меня существа не слышали проголосуйте все таки делать чтобы они меня слышали когда игру микрофон либо нет ну чё-то по привычке я продолжаю пытаться тихо говорить рисунок джои 3 класс только джои без понять больше пчел пожалуйста треть мировых продовольственных культур для воспроизводства полагается на животных обреете такие как пчелы так что хоть пчелы выглядит грозно мы не должны мешать им трудиться окей так надо выйти на рельсы тут кстати шум то нифига себе такой нифиговый идет на самом деле внешне внешний шум идет здесь нифиговый так и куда мне идти вниз видимо сюда по тропиночке он идет по тропинке он сегодня устал так юмая чем не постоянно в тишине ходить что так банка вижу это банка подставанка так еще банки еще заполнено все давай его по приколу использую а это фонарик это ты я могу взять хорошо что его не использовал сейчас так а мне куда идти окей вот туда так туда я по-моему оттуда спустился нет ну сейчас дойду я прям реально боюсь громко разговаривать меня услышат так лужу надо обойти а трава чуть по без разницы опа аккуратненько аккуратненько и тихо двигаемся так здесь банок нету а то ли мне вечно подставляют виргийский филин ушки на макушке может показаться что филина глупое выражение лица но на самом деле такое лицо помогает ему слушать его голова такой формы что направлять звуковой волк что чтобы направлять звуковой волны прямо в уши а поскольку голову может поворачь по велосево стороны слышит даже самые тихие звуки рисунок тима 6 класс молодец тим был молодец так ну ладненько блин я даже побыстрее идти не могу а тут любом случае лужа так то есть только сверху до перепрыгивать снизу перелезть я не могу так лаура лаурой марк туда же совсем понятно друзья не мне или враги но это бабушка моего ребенка который еще во мне почему так и думал что еще много раз встречу думала 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 так все давай идем идем прогуляемся как у нас тут дела узнаем так баночка надо не сшибать не сшибать баночку надо бы все-таки такое чувство что если ставить а чтобы меня было слышно без микрофона то как будто атмосферы чутка рушится прям вот напиши обязательно с кем еще общаюсь я не знаю так пошли дом смотри ка есть спустимся пожалуй нельзя возвращаться с искалами натереться идти по ним так они с той стороны я думаю в дом надо зайти однозначно а куда я тут пойду по рельсам а вот там я перепрыгнуть могу но надо заглянуть в домик чуть парюсь чё так медленно всегда ходить что их буду заперто да подожди не я щас шумел так я пожалуй потише буду передвигаться пыль большое количество пыли в определенном месте может усилить стресс старайтесь избегать пыльных мест а если это невозможно позвать там не задержь помните что и горят могут повысить ментят какое-то время а вот показывает что пыли много я тут и не хочу как-то задерживаться так все нормально так преодолеть разлом больше разума перейти с помощью досок нажмите чтобы расположить доску что медленно и положить доски надо указать при летах местах но для предельских разлом можно использовать одну доску на тяжелый период перетаскиваю повышает стресс понятно так это мне вот тот разлом за что преодолеть здесь также нужно доска так ингалятор есть тут смогу отбереть но пока не надо джей ты был занят когда я пришел на я просто хотел поблагодарить за твою заботу на днях все еще жду когда мне купят новый ингалятор но по крайней мере сейчас у есть таблетки таблетки тактинка гляну это лучше чем ничего буду носить с собой на случай черного принципа обещая рафаэль а как я не понимаю как мне хавать таблетки вот типа я не могу их выбрать таблет может мне нет таблеток у меня нет таблеток просто да и все в этом все причины я не могу есть таблетки может у меня нет таблеток так ключ от фонарика у нас тут а чё фонарик у меня полный чё его народ я просто взял большую доску и скучно пока мы не достроим нам нужна эта доска как мостик через разлом не нравится если у вас есть вам получать я весь внимание а пока пользуется чертовой доской а вот доска а понятно то есть я же вряд ли здесь могу вывести погоди мне надо а как мне дверь открыть ты ключ надо найти лечу что-то я тут немножко под застрял самую малость так подожди ключ и всякая здесь это внутри должен быть почему его найти-то не могу теперь я должен открыть эту дверь положить доску я не вижу ключ может мне покажет а подожди у него тут показывает а у меня вот ключ есть понятно здесь я начать что-то найду блин здесь эта фигня бегает рядом она меня обламывать немножечко навкана здесь бегать не надо здесь бегать подожди это типа что без алиса из окна туда в то же помещение где я уже был а с этой стороны вот с этой я открою все я понял так короче может быть не ингалятор вкинуть сейчас я узким сейчас отбереть так все давай пошли доску ставим и идем я думаю что это будет очень громко на самом деле блин он там по-моему на улице ходит тихо 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 я даже голосом боюсь громко говорить ну что я забыл что мне не слышно страшненько страшненько так быстро идти тихо тихо ух чё серьезный полметра не до перешел что ли мне теперь все по новой делать это чё издеваетесь что ли или чё блин надо было подождать все таки так ну ладно по крайней мере хоть отсюда это все дело началось я думал сейчас это начнется там за километр отсюда а кстати этот нарисован как будто закрыт но он открыт так так ну а так иду я выдыхаюсь не ну типа можно взял немножко пронес положил типа успокоился я сам по себе могу успокоиться или нет интересно легкий у меня станут белые сами по себе или все ли они это типа и все они станут белые больше то есть быстро быстро не походишь нифига сейчас красный стану я даже не вижу него за возвращаться на тереться идти по ним таблетки вот теперь у меня таблетки есть где таблетки то есть как как брать висите мне как таблетки использовать подожди-ка так это не это показывает ли фон тип еще таблетки беру может быть это когда у меня вот этот приступ начинается вполне кстати вероятно что когда ими закидываюсь во время приступа так а эти штуки могу сбить или нет не дожди ёма и вот эта фигня точно может меня сбить ну прям гадалки не ходи ну прям вообще хоть куда не ходили черт по лицам не пройти придется найти дорогу через лес через лес кстати типа вот здесь но у меня тут для города невелик так то на секундочку наверно именно здесь так давай-ка это трубим я прям так медленно максимально медленно прям хожу так все равно сечеточка побыстрее место второго речи будет переключаться стоит медленнее буду а тут атака вообще время варенька прям нету давай вниз спускаемся в любом там лавру с марком а а вот 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 и вот 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 Так, я постоянно боюсь говорить. Так, ну это вроде не Марк был. Как там быстро бы его слили бы тогда? Где-то фигня ходит-то. Э, чучело! Я даже не знаю, как они называются. Существо! Так, ну пойдем аккуратненько. Вниз спустимся, прогуляемся! Так, а мне куда? Туда-куда-то? А, Марк это все-таки был. Это все-таки Марк был. Я думаю, записки от Марка. Так, ну здесь явно здесь надо будет ниже спускаться. Существо! Куда-то они обычно бегают, убегают. Что-то гоняют где-то, гоняют. Так. Так. за фигня не ари на меня не ареновать так я так понимаю ты 90 процентов времени его так реально буду просто вот так вот ходить просто с точки а в точку б и так далее так смотри дом какой-то дурак здесь поселился просто посреди леса здесь построил только спуск идет и здесь жить как буду не тужить очередь тут или или побыстрее идти так ну через воду надо аккуратнее пройти и фига тут натуре дом так у нормально так конечно же здесь прорезан чтобы ему пройти весь свет такой гадиде сюда дорога из песка надеюсь все будет пройти через дом надеюсь я там никого не встречу через дом куда пройти чем через забор перелезти типа я думаю я могла бы через забор перелезти еще дорога через песка ведет меня куда-то они должны спать на закате это про дверь до встречи джордж походу он не отпер дверью но что закат уже как минимум прыгать так надо подвальчик на и спуститься блин а если ты валяешься и храпишь то вообще не весело как-то получается фига тут шумоизоляция господи все эти люди марк папа боже нет нет так но я хоть безопасном месте теперь могу очень не заморачиваться безопасном месте надеюсь ну там всяко островок так сказать спокойствие и надежности в это не простое время так давай-ка открываем все так я так понимаю на этом этот островочек закончился да что ты прям мало собой могу этих таскать почему чтобы выбрать руку мне нет . это отдельный кнопки очень странно странновато это все пойдем-ка прогуляемся так да ёмая недолго музыка играла здесь есть тут еще лаур отец нельзя рисковать нужно вернуться на рейс так понятно да не хотел ее прогнать он написал это слишком опасно за ее нас могут убить а я написал ответ если мы не поможем то засушим того чтобы нас убили он выпил честь как всегда когда он знает что не выиграет спор я открыл для нее банку спагетти джилл была такая маленькая что я думал ей хватит за глаза но она прикончила банку примерно за 90 секунд поэтому я пошла в кладовку чтобы взять еще порцию я не слышал что она шла за мной но когда я вернулся смотрел на припас широко распахнул свои огромные глазищи когда мир 0 за столом написала это все ваше а я написала наше джилл это наше я не видел такой чистой улыбки с тех пор как хлоя заболела жаль что дэниел ее не видел не знаю куда он делся я наконец-то его нашла он сидел на кровати хлоя закрыв дверь когда ее открыл он скачал чтобы выглядело так будто он застилает постель для джилл но я узнала выражение у лица да и не могла не узнать испуганной в то же время жутко сосредоточены точно так же он смотрел на хлою в самом конце как будто хотел выжечь у себя памяти каждую деталь ее лица не знаю сколько времени джилл не чистила зубы я дала ей запасную зубную щетку выдавила паста и когда она сплюнула в ведро все было ярко красным ее десны так размягчили что весь рот кровоточил я увидел что кровь стекает у нее по подбородку при луну чтобы найти тряпку но дэниел меня опередил он вытянул кровь с ее лица кажется все это время он не смотрел ей в глаза и когда он закончил она обняла его и стояла так не знаю сколько времени дэниел посмотрел на меня с тем же испуганным выражением я проводил джилл в комнату хлоя дэниел не стал заходить он стоял стены прямо за дверью я уложила девочку в кровать поправил одеяло почувствовал как сердце колотится в груди последний раз я поправлял одеяло хлои той ночью когда она умерла и тогда я поняла почему дэниел был такой испуганный вид у меня сердце замерло от мысли о том что может быть мне снова придется пережить такую потерю я так и сидел застыв пока джилл не взял руку и бумагу она написала вы идете спать я написал ответ да но не бойся двери и окна заперты никто тебя не тронет и безопасность тот момент я осознала что бью кого угодно кто только попробует ее тронуть дэниел предложил взять жил на рыбалку я видел как он боится но попытался и нет ничего храбрее этого джилл никогда не станет хлои но и это и не нужно было так это я так понимаю дэниел а может быть и нет нет это вообще какие то другие ребят или это девушка все таки вот это я просто не понимаю девушка или парень а так она же записку оставила специально что типа лягут на закате чтобы они смогли зайти то есть это подставная девочка была судя по всему так тихо 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 так это фигня меня тут слышит вот как раз вот эти вот мелкие истории разных людей доносят прийтили девочку она решила и слить мама и папа такие придурки и подарили мне торфти с ним не победа в юношеском конкурсе поэтому мама спела с днем рождения тебя нусоваюсь первым местным тебя глупость какая-то на торте было штук сто свечей папа зажег все до едины когда я спросил зачем он ответил что это правда важное событие которое стоит как следует отметить а не правда придурки два часа ночи я только что поняла почему мама хотел спеть песню про день рождения но думал что это последний шанс спеть ее мне я полдня провела перебирая с папой свои стихи я хотел использовать призовые чтобы выпустить книжку но даже не знаю когда их перечитываю они мне просто не нравится вообще ни один папа говорит что моя боль так влияет на настроение наверно он прав последние пару дней совсем не было сил так что я просто отдыхала и отдыхала и отдыхала помню как друзья приходили меня навещать когда все говорили тебе просто надо немного отдохнуть ты мигом станешь на ноги я не видела делом уже несколько месяцев а речил и того дольше наверно надоело смотреть как умирает твоя лучшая подруга ладно хватит этих мрачных брений перейдем хорошим новостям мама и папа последние два дня собирали мои стихи первый черновик книги она получилась короткой мне не велели ее читать пока мне не станет лучше но родители думают что получится нечто действительно особенное я знаю что они мои родители должны поддерживать меня и все такое но даже не представляю что бы я без них делала была больница меня накачали таблетками я даже не могла писать хотели чтобы я осталась подольше но если это конец то я хочу быть дома хочу быть в своей комнате со своими вещами спать в своей кровати хочу чтобы мама и папа укрывали меня когда мне было 5 хочу верить что проснусь от запаха папиных бличков с беконом и кленовым сиропом и от голоса мамы который в одиночку поет целый мюзикл вот чего я хочу значит так и будет 22 октября я просто хочу она умирала чего тут репетиция живого выступления хлои ларсен кожа отстойный у меня голосе почему-то думал сначала что и возможно струбили она видимо откуда болезни излечимы взяла и умела так ну пойдем дальше по исследуем домик по любому что то есть вот возможно и хозяйка хочу может быть принять тогда есть умеет тут и так уже почему бы и нет как говорится вечно по берушкам все вечно собираемся что можно вечно все переполнено такой пригодится потом пригодится потом потом все титры идут такое ну не пригодилось не пригодилось так а дальше то история откроется нет короче видимо они ворвались на драка началась и зашумели и все на этом все и закончилось лаура лаура так методелен примеру броцанет может что на вредя че сущеции что так можно отрастать препятствий даже открывать новой пути замешайте стоит ли рисковать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай может быть ты уже уйдешь отсюда куда-нибудь Медведь Так а где мне реально доску-то взять Субтитры сделал DimaTorzok Так а здесь что есть нет А вот доска Так аккуратненько Да ладно Да это вообще жесть какая-то Ё-моё Так погоди-ка Блин оно вообще не так полетело как я планировал Так 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 Фига себе он уже где уходит Какого-то обломаешь ты Жизнь себе поломай Давай сна взять Блин и ни бутылки ничего нету Сейчас бы мне бутылка прям пригодилась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Так Аккуратненько Я что-то прям весь напряженный Сижу прям Я даже говорить боюсь Я думал он сейчас меня услышит Да блин лучше бы не кидал тогда уж нифига Так Так я просто хочу уйти И все Так здесь стекло еще Все давай 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 прощаться Все Ну нафиг Все давай давай просто выбираемся отсюда Ну что лагерь должен быть уже недалеко Просто надо идти дальше До кого я прошла по 300 метров здесь от силы Новая запись в дневнике это отлично Сначала аура потом это существо Ситуация становится все хуже и хуже У нее был пистолет Но она же не причинит мне вред Пока я верю пока я нашу ее внука Лучше пойду одна чем позволить захватить меня Ну тоже верно Тоже верно Базарев 0 Тут вообще тут речи мало В этом поводе прям Так и в какую сторону мне сейчас завернуть Стесняюсь спросить Так наверное надо помедленнее как-то идти А то он у меня опять слышит Нифига себе Так ты тут шумов столько в лесу себя Ну они должны на каждый шум прям таки чик-чик Так вообще какая-то железнодорожная станция Вот и тут карта Вот и тут карта Так я здесь Я был у нас потому что перчатка порвалась Которую мне Мартин подарил Лес Пройти сквозь лес День первый Алекс Тебе получше? Да Черт мне так стыдно Любой может переволноваться Ну что Идем назад Ага Видимо Первое это то Когда у нас все именно началось Пойдем Назад Чутка прогуляемся Это я так понимаю Лаура Это подруга моей мамы Видимо Может сестра ее даже Сейчас узнаем А то у меня память Тут помню Там не помню Где Мартин? Я ему сказал идти помыть посуду А? Когда у тебя начался приступ Он не знал что ему делать Так что я Нашла ему занятие Понятно Ты ему очень дорога Он никогда меня такой не видел Ну у тебя же с детства астма Все было по-другому А в средней школе Я могла Я ее могла контролировать И когда она вернулась Когда моя Моя Аа Вертолет что-то полетел куда-то Не курс куда вертолет летит Алау Интересненько Я помню Как моя мать умерла Я и не знала Что от любви Бывает так больно И как ты справилась? Я была беременна Мартину Я должна была справиться Не ну вряд ли она Это в смысле Сестра все-таки Потому что Если я мучусь Мартиным То как-то это Кровосмешение Не совсем нормально Все это дело Получается Слушай пожалуйста Не говори отцу Про мой приступ Могила Фига у нас тут туса Нормальная такая Там наверное Здесь наверное Муж Лауры Ты видел вчерашнюю игру? Позор Нужно чудо Чтобы эти клоуны Вышли в плей-офф Одно или две Аликс Одно Спасибо Роберт Я живу чтобы служить И не забывай об этом Никогда Моя королева Как настроение пап? Нравится день рождения? Баб А? Хорошо мило Все хорошо Ты в порядке? Ты какая-то бледная А да Просто я Аликс Ходишь за пивом? Конечно Конечно Я шла тут столько Лаура Моя спасибо Я поблагодарю Наспирала над Престепивой с фургоном Как применит? Нормально Спасибо Как хочешь В фургоне Сзади стоит ящик И смотри Что бутылка До меня добралась Полно Ты что-то В колледже Еще не означаешь Что тебе разрешено пить Какой у тебя был Первый год Кэн? О Хорошо Оценки хорошие Дисциплина Ясно Она мне пишет Прекрасную музыку Грустно Но прекрасно И похоже Что он со мной Синтезатор Сякого Хлам Ладно Вы тут общаетесь И короче Пошла Пойду прогуляю Все-таки Так Пиво в фургоне Это явно не фургон Фига себе Тут всяком фигме Так Это она будет Как-то открыть Что там Осень 2008 Написано Красная ручка Мартин Вот альбом Который ты просил Когда закончишь Тиев дом Не оставля Валяться в сарае Да Обязательно Мартин Загадки для галок Это день рождения Алекс Так Так все равно День рождения У меня Судя по всему А у моего Бати Так Вон в фургоне Пивасик Нормально все А может быть Например С ее мужем А не братья Вполне вероятно А хотя Ну это все равно Фигня какая-то Получается Спасибо Поставь рядом Со вторым ящиком У колонки Ого Так у какой колонки Ты Где здесь колонка Надо идти на шум Я найду колонку Вот это что у нас Не успел Посмотреть А где здесь колонка А вот она Я буду Дорезет Доказать Большую колонку Аликс Аликс Можешь ему Подойти На секундочку Хотел бы сделать Что ничего не произошло Мне надо поговорить С Мартином Так сейчас Посмотрю Что здесь у нас Есть интересного Старая собака Гав Гав Написать Другие будут Рядка С днем рождения Я очень люблю Все эти сантименты Надеюсь Что ты понимаешь Мы с Робертом Всегда будем рядом Чтобы помочь Трудные времена И отпраздновать Следующие 45 дней Рождения Надеюсь И понравится Твой подарок Мульти что Помнишь Ахахах Так До сих пор Пока я не понял Кто они друг другу Приходится Родители с Лаурой Просто друзья Можки двоюродные братья Нормально Нормально Тут жаришь Давай 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 Нормально Поджаривайся Чтобы потом Похавало От души Алекс Привет Привет Слушай Я просто хотел сказать Что я Да я знаю Я правда страшно Извиняйся Я же не знал Что ты Все в порядке Правда Я думал Я думал Ты посмеешься Но зато сможешь Теперь всем друзьям В училище Хвастаться Хвастаться Ага Скажем Что От тебя у девушки Аж дыхание Перехватило Не хотел призоваться Но вообще-то Я по тебе Весь год Скучала Да Да Мартин Я открывалку Не могу найти Поможешь Уже Два часа Ага Лаура Ты вообще Ты оде И нищ Открывалочку Я тебе скажу Так-то На секундочку Да я зашла уже Марти Может дверь Закрывай Молодец Мне кажется Или он стал Еще симпатичнее Так Алик Соберись Надо найти Открывалку Стопка Плотинок Понятно Все Она должна быть где-то здесь Вряд ли Им поможет молоток Если они только любят пиво Со стеклом А Хрустящий пиво Без подобных Так Нифига себе В том Чтобы торт испечь Просто Идешь в магазин Да и все Открывашку Найти не можешь Что-ли Или что А чей дом Мой Или твой дом Охота на койота Американский медицинсовет Награждает доктора Роберта Эдвардса За его новаторскую работу Изменившую область Транспатологии Пререзаночные достижения Эдвардса Ну да Точно Фамилии же разные Поэтому у них дома Находится Кэттер Кэттер Фамилия Университет Фэмсона Университет Фэмсона Присвоил Лауре Кэттер Степень магистра По регуляции дикой природы Со всеми вытекающими правами По честным привилегиям Подтверждение всего Скрепки на печати университета И подписи Заверен Так Кэттер Его отец Эдвардс Могу понять Кто они друг Ну нет То что муж женой Это понятно Степень доктора медицины Со всеми вытекающими Правами и привилегиями Ладно Это понятно Так Че ты открывашку Не можешь найти что ли Или че Че ты потерялся Встал Ё-моё Нифига себе Поверить не могу Что у тебя есть такое Это мамина Ты хоть представляешь Насколько она редкая Думаешь мне понравится Если моя музыка тебе нравится То ты их полюбишь Они мой главный источник вдохновения Я хочу послушать А Лаура не будет помнить Если мы ее поставим Я про твою музыку Что? Пожалуйста Я тогда бы не слушал Как ты поешь То есть сейчас? А почему нет? Ну я же не думал Я вообще не распевалась И... А к черту Если тебе понравилось То они и тебе зайдут Слушай Классно Что они у тебя на виниле Я хочу тебе кое-что показать Давай черепашка Поднимайся Вот и поискали открывашку Давай помедли Хочешь чтобы у меня опять Начался приступ? Конечно Я ведь всегда мечтал Чтоб от меня у тебя Дух перехватило Слушай Слушай Не могу найти это Типа подвесную лестницу Ты ее нигде не видишь Я думаю Она в моей спальне Постой тут Я сейчас принесу Нет уж На этот раз Я от тебя сбегу И кто знает Может даже задумай Какую-нибудь жутко глупую выходку Господи Я думаю Ты давно про это забыла Может забыла А может и нет Может забыла Может и нет Так вот и лестницу наш Нашла Так что здесь есть Интересно Так понятно все Был на свете пояс Но его старики рельсы Вели не в город Полный ярких огней Бесечных небоскребов Нет Это поезд днем и ночью Ехал в Роман в работе Это и тебя касается Смотреть запрещается Пожалуйста Не читайте Это и тебя касается Мартин Так Это Роберт Пишет Роман Так Понятно Так Свой друг Друг Кеннет Так Это мой батя Писал Значит он просто друг Значит мы друзья Написано Други Сколько мы можем дать И упоминается Лечение Джулии Видимо это моя сестра Которая умерла Кого я не могу Тоже по черепу Подожди Или Джулия А это мать Наверное Может быть Мать Скорее всего Мать Значит Вот Здесь стало ей Чуточку понятнее Госпожа Эдвард Несмотря на то Что мой клиент Мистер Элли Благодарим вам За предложение Сумы в размере 250 тысяч Кого-го Второй Ксаблицации За травму Которую Вы подчиняли ему 22 сентября 2018 года В лесу Киндерский Мы полагаем Что эта сумма Не учитывайте Эмоциональные страдания Которые мистер Элли Пришлось ежедневно Переживать После этого Цидента На согласие На внесудебного Регулирования Основывалось На том условии Что выплатили Мистеру Элли Компенсацию Которую не только Покроет его Медицинские считания Но еще От снижения Качества его жизни От имени моего клиента Я прошу вас Прислать новое предложение Через следующие 30 дней Иначе у нас Не останется Нового выбора Как снова Обратиться в суд Такое же уведомление Направлю вашему Юридическому Представителю Диане Хеджел Эск Суважение Юридическая фирма Так Кому-то она Что-то плохо Сделала Так Фига тут игры Какие Подвесная лестница Вы можете взять С собой лестницу Кругом Прицепиться К висящей лестнице Чтобы подняться Наверх Понятно Нашла Отлично Теперь Цепляй Вон туда Я до сих пор Подозреваю Что это розыгрыш Но хорошо Согласна Подняться на чердак Ох Сколько же Здесь хлама Ну как рыться Что одному Хламу То другому Коллекция Пластинок Я до сих пор Подозреваю Что это розыгрыш Ну хорошо Я согласен Подняться Так Счастье Мартин Эдвардс Мисс Костелло Задала написать О том Что в школе Приносит нам счастье Тогда мы сможем Подумать об этом Когда будем готовиться К средней школе Вот мое эсэ Мисс Костелло Скал Что надо написать О математике Английском языке Или рисовании На самом деле Мне приносит счастье Мои друзья Алекс и Остин Люблю сидеть рядом с ними В классе Вместе ходить В столовую На обед Играя космических Захватчиков На перемене Это приносит мне счастье Это будет приносить мне счастье В средней школе Поэтому я пишу эсэ про друзей А не про математику Конец Понятно Ясно Еще самолетик То есть мы теперь Может тут дополнение Что-то Что-то открыть Ух ты Давно они у тебя есть Тебе нравятся Просто невероятно Какая твоя любимая Боже Что А да Просто сделай вид Что их не склют И именно так сделают Это все твои мамы Ага Я знаю Что он любит охоту Но это Что Много Но вообще Она не любит охоту Не любит Это для работы Я думал Она работает в управлении Дикой природы Да Иногда приходится Заниматься контролем Популяции Контролем Популяции Если Какой-нибудь Слишком сильно Размножится Она говорит Это единственный способ Поддерживать баланс Слышишь Что Я должен был сделать больше Никто ничего не смог бы сделать Я же врач А смысл Если я даже свою жену Не смог Спасть Это еще что Зачет Дом на озере Ставьте свидетелем прибытия 919 Вот он Наконец я могу дойти до лагеря Попросите помощь Надеюсь что это там отец Так ладно ребят На этом давайте мы закончим Уже часик вам запили Обязательно пишите в комета Как все таки стоит записывать Чтобы существа слышали меня То есть включенным микрофоном Либо с выключенным И исключены ли это фигней Когда здесь Опасность отображается Как то так Я пошли на месте Национальной гвардии уже близко Но можно ли им доверять Помогли они мне Смогли Твари повсюду И нигде не найти безопасное место У меня нет другого выбора Вот Как то так Напишите это все в кометах Ребят Может на следующем выпуске Я вам буду записывать Как раз в понедельник Я это все почитаю Исходя из того Что вы напишите Делаю вывод Как все таки буду писать Вот Как то так Ребят На этом все Ставим лайки Подписываемся Ребят Везде Везде где можно Так Давай вернемся В меню Да И типа Я могу За эти кредиты Что то допом Открыть Просто промо Концептарт То есть А второй что Так Чтобы открыть А я что не понял А вот дополнительно Вот здесь видимо Я могу А ну просто Смотреть персонажей И так далее За кредитки Например Да Ну это Тут такие знаете Понятно все Это наша главная героиня То есть в принципе Вообще по боку Как бы Просто На всех посмотреть Кого мы и так Прекрасно видели Если бы тут была бы Какая то Доп инфа Кто такой танжира Вообще Кто такой танжира Джессика Я вообще не понимаю Что это за люди Почему я их открываю Лаура Ладно Лаура Лаура Понятно Марк Ладно Марк Понятно Бригиды Кто такая Бригиды Видимо их Может быть Встречу Только потом Типа Мартин Молодой И старый Мартин Судя по всему Да Вот Как то так Ребята На этом все С вами был я Леха Смет Все Подписываемся Лайки Кометики И пишите Что ждете Продолжения Могу Хоть Каждый вечер Запиливать Эту игру Пока Всю Полностью Прорем Все Давайте Ребят Всем пока Всего хорошего До новых встреч Ребят Давайте Покеда Всем Продолжение следует